Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Evolved и выживать на сервере с модификацией Survival Plus. Если вы вдруг не видели первых выпусков, я вам очень рекомендую их посмотреть, ссылочка на них будет в описании под видео на первый выпуск. Потому что эта модификация перерабатывает огромное количество механик в игре, добавляет огромное количество профессий, инграмм, дальше изменённые приручения, так что советую посмотреть, чтобы нормально в ней разбираться. Ну а я сегодня планирую на самом деле поприручать Экваса. Хочу обязательно приручить себе одну лошадку, может быть даже не одну, может быть самца и самочку, для того, чтобы у нас было нормальное средство для передвижения, нормальное животное. Естественно, сражаться мы на ней не будем, потому что для боёвки она здесь не предназначена. Сколько у нас там? У нас одна морковочка. А здесь ещё есть? Нет? Подожди, подожди, подожди. А здесь только по одной морковочке, что ли, можно собирать? Как понимаете, у нас проросла с вами морковка. Только вот в чём вопрос. Да, видите, мы с вами можем собирать, видимо, только по одной. Плодоношение нужно ждать, когда ещё появится следующее. Здесь в процессе роста, то есть сейчас у меня 4 морковки и части растений. И всё, что ли, да? И больше нету, да? Так мало? Хорошо, подожди. Это очень забавно на самом деле. Я думал, что будет гораздо больше, но нет. Значит, нужно гораздо больше как раз выращивать морковки, гораздо больше засеивать грядок. Так, давайте сейчас попытаемся отсюда выпрыгнуть как-нибудь вот в том направлении резко. Так, оп! Немножко на шипы, не страшно. Сейчас также давайте, блин, факел-то из рук уберём. Хорошо. Также подсоберём себе травы, потому что я думаю, что, в принципе, лошадь может и травой тоже приручаться. Ну, не знаю, насколько долго это займёт, но, в принципе, я думаю, что может. Вот. Вон, смотри, как раз дикий Эквус. Замечательно, беленький. У меня потихонечку начинает портиться морковка. По идее, мы должны к нему подойти, нажать клавишу приручать и сесть на него, да? То есть, нет, нажать клавишу запрыгнуть, а потом нажать клавишу покормить. Тихо, 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 тихо. Самка Эквуса 90-я. Вообще идеально. Сложно сказать, хватит ли мне сейчас морковки, чтобы её приручить съесть. Ах ты, чёрт. Испугалась. Давай аккуратненько попытаемся подползти вообще к ней. Даже бежать не будем. Стой. Дать. Надо приблизиться. Управлять. Ещё раз дать. Сколько там сейчас получается? 8% тейминг только. 8%! Это очень мало. Нам не хватает морковки. То есть, морковку придётся, скорее всего, собирать целый день, чтобы её можно было приручить. Потому что, я не знаю, можно ли её будет приручать травой или соломой. Крайне маловероятно. Но сейчас будем пытаться потихонечку приручать. Посмотрим, что из этого произойдёт. Хорошо, на самом деле, запомним, что просто вот это 90-го уровня приручается по 4% с одной морковки. Я не знаю, можно ли ей давать вот это, например. Сейчас проверим. Если можно, то, в принципе, нормально. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь. То есть, нам понадобится 25 морковок, а лучше 30, чтобы её приручить. Слушай, ну вроде она покушала, да? Вроде она покушала, но я не вижу, чтобы тейминг увеличился. Хорошо. Если я положу сюда какую-нибудь ягоду, межабери. Ну вот, с нескольких ягод повысилось до 17%. Хорошо. Давай-ка съедим ягоды, чтобы у нас с тобой повышалась немножко влага в организме. Положим вот сюда солому. Попробуем солому её приручать. Солому кушает. Посмотрим, сколько солому понадобится, чтобы хотя бы на 1% повысилось приручение. Интересно, вообще можно солому её приручать или нет? На самом деле, сейчас страйки нам с какой-то стороны помогли. То, что они нас заблокировали, да? Они по нам не наносят никакого урона. Но вот в чём вопрос. Когда она приручится, скорее всего, урон пойдёт. И тогда они нас просто-напросто забьют вместе с ней. Естественно, тех четверых морковок нам на приручение не хватило. Соответственно, смотрите, у нас есть вот такой вот горшочек. То есть, у нас есть большой горшок для хранения вещей. А вот этот маленький горшочек для хранения еды. Делается он там же в гончарном круге. В него нужно заложить влажную глину. Влажная глина, эта инграма выучивается где-то здесь, не ошибаюсь, что-то типа на 10 уровне или что-то типа того. Вот, на 7 уровне выучивается влажная глина. Делается она из обычной глины. Просто нужно зайти в воду и делается в кармане. Из одной глины получается 10 вот таких вот катушков. На самом деле, делается очень просто. И здесь морковка хранится 8 часов. Ну, это уже немножечко подпортилось. На данный момент собрал еще 6 морковок. То есть, здесь у нас это будет храниться. Немножечко при помощи смузи мы, конечно же, здесь получше засадили все. Соответственно, на межабере прорастание. Здесь лук-латук у нас прорастает. Это чуть позднее вернемся к этому. У нас с вами есть томаты. Идет плодоношение. Но пока что еще ничего собрать нельзя. Ждем. Я заметил, что ночью у нас с вами плодоношения вообще почти нет. Хотя сейчас 12 часов дня. Вот это очень странно. Ну, может быть так срослось, что ночью просто ничего не было. И здесь я уже все собрал. Собирается. Вот в чем проблема. Все собирается только по одной штучке. То есть, ты одну штучку собрал. А потом ждешь, когда созреет следующее. Вот в прошлый день игровой я отсюда смог собрать 6 морковок. Сейчас 12 часов дня и собрал только одну морковку. Почему-то новые не появляются. Очень странно. Может быть, что-нибудь сюда добавить стоит? Ой. Ой-ой. Что-то к нам нехорошее прилетело. Нехорошее. Ты что здесь забыла-то, а? Ну-ка, лети отсюда. Улетело, нет? Ладно, пошли в дом пока что. Тихо, тихо, тихо. У меня с собой есть бурдюки. Я не хочу их терять. Смотри-ка, подожди. Мне просто не хватит стрел, чтобы с ней сражаться. Сюда нужно еще закинуть волокна. Дальше мы с вами идем. Оружие, боеприпасы. И делаем с вами быстро 50 стрел. А также у нас вот здесь вот с вами где-то... Одну секундочку. Сейчас найдем. Соответственно, вот здесь вот разделе постройки. У каждого класса будет свой стол. У меня стол охотника. Делается он очень просто. Сделал я себе, соответственно, столик охотника. И здесь у нас уже появляются новые интересные штуки. Во-первых, лассо. Мы с вами его обязательно протестируем. Ну, можно даже сейчас прямо парочку сделать. Нитки у меня с собой есть? Да, есть. Давайте закинем две нити сюда. Не очень понятно, как этим делом пользоваться. Но, не знаю. Сейчас попробуем. На ком-нибудь протестируем. Так. Дальше у нас с вами есть приманки. Приманки сделаны из мяса различного. Также приманка сделанная из мажабери. Здесь крафтится. И вот здесь приманка из морковки, лука-латука, соли, волокна и соломы. Я так понимаю... Ну, здесь написано, что морлотопсы любят эту приманку. Вот эту любят абсолютно все. Дальше что у нас здесь есть с вами? Эко-постройки какие-то. Но это мы сейчас пока что с вами не можем протестировать. Ну, можем, но это нужно крафтить. Дальше броня. Я могу делать хитиновую броню и маскировочный костюм. Но для того, чтобы сделать хитиновую, мне нужна будет помощь портного, если не ошибаюсь. Линен стринг. Это тканевые нитки. Их может сделать только портной. А вот маскировочный костюм я могу сделать абсолютно полностью сам. А для его крафта нам с вами понадобится еще одна штука. Что у нас здесь происходит? Здесь все хорошо или нет? Ну-ка, давай посмотрим. Эта зараза улетела. Оу. Смотрите, что там заспаунилось. Это хорошо. Трайкушки тут немножечко об нас бьются. Вот это не очень хорошо. Ну да, не страшно. Смотри, что здесь заспаунилось. И это, на самом деле, не лагерь ничей. Это ящик с припасами. То есть это как дроп. Смотрите, здесь у нас с вами спаунился монетки. Два золотых, 75 серебряных. Дальше как раз фут сторож заспаунился. Тент заспаунился. Но самое главное, что здесь это семена. То есть семена мы с вами забираем. И, наверное, вот это вот копье, сделанное из кости. Все. А вот это все можно отсюда выкинуть. Это нам не нужно. Этого добра у нас с вами навалом. Все, идем обратно к себе домой. Так вот, возвращаемся с вами к маскировочному костюму. Вот здесь вот в примитивном ткацком станке можно сделать обычную ткань. Делается она из ниток. Давайте сделаем хотя бы 10 единиц ткани. Окей. Закладываем сюда еще дополнительные нитки. А потом из такой ткани уже можно будет сделать самую обычную тканевую броню. Соответственно, ну, в принципе, как видите, здесь где-то по два кусочка ткани. Вот здесь вот нужно 4, здесь нужно 3. То есть ткани нужно много. Итак, у нас с вами готова уже ткань. Давайте быстренько сейчас сделаем здесь штаны. Сделаем рубашку, сделаем бандану. А вот здесь, кстати, на ботинке и перчатке нужны кожи, как и в стандартных инграммах. Тоже их крафтим. Почему не могу крафтить? А, да, еще одна ткань нужна, одна единица. То есть у нас с вами есть все, кроме частей растений. Ну, в принципе, есть хотя бы на одно составляющее. Вот хотя бы на штаны, да? Давайте штаны сделаем. Крафтятся они реально очень долго. Пока что они крафтятся, я пойду подсоберу еще части растений. А потом продолжим с вами. И я хотел, конечно же, сказать огромное спасибо за все эти лайки, которые вы ставите под этим выживанием. Соответственно, как видите, я его стараюсь сделать каждый день для вас. Просто, на самом деле, это действительно хороший показатель. Когда ты не выпрашиваешь лайки и люди сами их ставят, значит, людям нравится. Вот, соответственно, вот этот выпуск я сейчас снимаю на протяжении еще одного дня целого. То есть мне не хватило морковки. Я, честно говоря, не помню, на чем я закончил предыдущую часть записи. Мы разбили чуть побольше огородик. То есть у меня сейчас есть лук-латук здесь проросший. Просто пока что, опять же, собрать не могу, но я большую часть собрал. Есть помидоры. Вот здесь я случайно помидор уничтожил. Блин, это очень досадно. Кстати, вот это странно. Когда ты собираешь, то вот эта вот иконочка заполняется очень медленно. А чтобы уничтожить, просто она кликнула, она уничтожается. Вот это сделано, мне кажется, неправильно. Ну, сейчас посмотрим. Где-нибудь что-нибудь у меня проросло еще, нет? Ну, нет. Вроде все. Все везде собрано. То есть, смотрите. У меня на данный момент есть... Побежали вот сюда. У нас с вами овощи здесь хранятся. У меня на данный момент есть, получается, 24 морковки. Но, скорее всего, одна протухнет. Есть 6 виноградинок. 12 лука-латука. 14 помидоров. И у нас в столе охотника. Есть в приманках вот здесь вот. Вот такая приманка, которая очень хороша. То есть, типа, морелотопсы ее очень любят. Я так понимаю, что есть для эквусов приманки, которые делаются из винограда и морковок. Но я их пока что сделать не могу. Может быть, они разблокируются где-нибудь на 45 уровне. Секундочку, давайте промотаем. Потому что на 30 уровне мы с вами получили как раз... А, во. Секундочку. На 35 у нас появляется Apprentice Shipwriter и Apprentice Cabinet... Ага, это мы не можем. Это, скорее всего, относится к Арпентеру. Потому что, ну, в смысле, плотнику. Здесь мы... Ну, кабинет... Кабинет Мейкер. Это производитель шкафов. Наше продолжение, скорее всего, будет где-нибудь либо на 45 уровне, либо, может быть, дальше. Честно говоря, я здесь вообще не вижу никакого нашего продолжения. Потому что ничего похожего на Охотника нету. Ну, поживем-увидим. Собственно говоря, у нас сейчас нету с вами возможности сделать ту приманку, которая нужна конкретно для эквусов. Я предлагаю все-таки попытаться сделать хотя бы одну приманочку для Мерелотопсов. И посмотреть, может быть, тоже будет неплохо как раз приручать. Нам сейчас с вами нужна соль, лук-латук и... Эти самые какого-то морковочка. Соль добывается очень просто. Мы просто с вами наполняем бурдюк, кладем вот в такую большую бочку для хранения. Давайте заберем как раз две соли ровно с вами. И с каждого бурдюка по 15 соли получается. То есть он там должен полежать, когда в нем полностью закончится вся вода, появится 15 соли. И отсюда нам с вами, естественно, нужно забрать просто-напросто... Раз, два, три. Три морковки. И три лука. Забираем с вами три. Эх, случайно четыре забрал. Ладно, не страшно. Все равно сейчас один протухнет. То есть, на самом деле, я здесь очень много все это дело уже собираю. Ну, как... Мы тут еще и переездом занимаемся в другое место. Там немножечко все построили. Но когда все полностью закончим, то обязательно покажу. Пока что здесь все делаем. Делаем с вами приманку. Крафтим вот это вот. Сделаем буквально одну приманочку. Больше не будем. Потому что, ну, черт его знает, что там будет происходить. Может быть, она ему и не понравится. Может быть, он и есть не будет. Я предлагаю прозаврика оставить где-нибудь здесь на горе. Мы с вами как раз уже видели такую тактику. Кто-то использовал. А эквусы у нас с вами там. Все, прозаврик пускай стоит здесь. Надеюсь, что с ним все будет ок. Также желательно будет собрать... Ммм? Где-то на муравей. И на меня не согрелся. Согрелся, согрелся, согрелся. Хорошо, согрелся. Или не согрелся. Согрелся, ладно, бог с ним, плевать. И да, я разобрался, кстати, чего нужно делать с этими муравьями. Их можно кушать. То есть их можно, кстати, и приготовить, и скушать. Они прибавляют очень большое количество... Ну, восполняют очень большое количество протеинов, минералов и прочего-прочего-прочего. Так что муравьи, они очень полезные. Их нужно обязательно собирать. Ну, то есть забивать, собирать. И опыт получаешь. и можно очень хорошо покушать почему я не могу покормить почему нет опции покормить ну-ка секундочку морковка во вот это находка так находка я сейчас на пляже нашел 280 прозаврика детеныша у тебя статистики малыш 240 но это пока что это пока что я надеюсь что он станет довольно таки сильным нужно тащить потихонечку домой давайте сейчас посмотрим вокруг не ходит ли здесь еще потому что по одному то они в принципе яйца не несут вроде всегда вроде несколько штук хотелось бы чтобы сделать здесь было побольше прям очень хотелось бы я жду когда у нас заспавниться экспусы потому что ну одного эквуса не получилось приручить он сам убил со второго двух эквусов я забил и одного эквуса приручили другие ребята то есть в этом тихо видишь нет это маленький 25 ну что нет нету здесь больше ни одного детеныша прозавра давайте сейчас его потихонечку потащу домой здесь больше вроде нету других да ну-ка сейчас еще маленький кружочек сделаем но здесь еще яйца прозавров секундочку там сколько у них сейчас инкубация еще по времени да нет очень много на самом деле это не те яйца он не отсюда вылупился еще и ночи за это вообще ни черта не видно чайка ну нет я больше никого не вижу ладно а там глядишь может быть и эквуса встретим все но 280 и детеныш это прям очень круто это прям реально очень круто а это не вкус там секунду да ладно я глазам не верю это кос точно это и вкус секундочку какого уровня такого такого везения просто не тихо кто чего да ну нафиг а да ну нафиг а отстали отсюда стали отсюда там видимо рядом этот самый как его у ли их дурацкий отстали я сказал отстали 1 забил вторую забил где уль всех забили да всех забили давайте подберем чтобы не привлекали внимание других так паразаврик где мой маленький детеныш секунду паразавра у нас с вами подранен очень серьезно я тебе урона не наносил нет а где мой детеныш его чё забили а вон детеныш идет все хорошо вон детеныш идет так ты у нас отравлен тебе нужны ягоды вот хотя бы вот эти вот нас лопай а зачем тебе ягоду тебя трава есть соломы есть да кушайся от траву солому кушай откидайся давай лечись хорош умирать здесь не надо здесь умирать все это прозаврик стал что-что откуда они прилетели они отсюда прилетели да точно не отсюда прилетели сейчас давайте все нет ничего не нужно но только длину заберем сломаем чтобы их просто сейчас здесь не было там вон внизу видишь еще один здесь еще один ты посмотри а ладно это мне не нужно ломаем нужно их убрать отсюда чё еще один что ли нет все 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 этого нужно быстро спилить куда побежал эй все забил отлично все хорош пошли смотреть какого уровня эквас надеюсь что больше я здесь не заспаунится паразавром его гасить не будут так малыш стой всем стой стой пожалуйста где где эквас он только что здесь ходил вот он он спокойно рыжий такой самец 20 лана хоть какого приблизиться поехали кормим 23 процента нам хоть какого я сейчас объясню почему не надо воду выбирайся отсюда я объясню почему хоть какого потому что эквас быстро бегает нам нужно просто быстро перемещаться по острову чтобы искать других эквасов тогда у нас все будет окей а сейчас этого пока что приручаем давай кормим давай пожалуйста только воду не надо не надо я не знаю в воде можно приручать или нет да вроде не скидывает да вроде все хорошо все спокойно спокойно и внимательно есть кормим 34 процента кстати эквасом хотели добавить новую систему приручения то что у них будет трехфазовая система но пока что еще не добавили пока что здесь многофазовая система приручения есть только у игуанадона и у волка надеюсь что эквасом тоже добавит это будет немножечко поинтереснее приручение плюс я знаю модификации которые добавляет ну тоже переизмененную систему приручения животных и мы с вами обязательно в ближайшее время ее снимем ну когда закончим здесь выживание думаю или закончим еще что-нибудь тогда обязательно снимем хотя бы несколько выпусков по ней то есть разберемся с ней посмотрим насколько это интересно играть с той модификацией потому что вот эту модификацию она и над ней продолжаются работы но я так понимаю что работа действительно очень много и обновление выходит не так часто из-за этого разработчик он просто-напросто не успевает так быстро все здесь дорабатывать так быстро добавлять вот эти вот функции новым животным но надеюсь что со временем здесь очень многих животных можно будет приручать многофазово и может быть даже теров добавит но вообще-то модификация конкретно про выживание про то чтобы строить вместе там деревню строить там даже не знаю здесь замки можно строить крепостные стены можно строить такие как в игре life is fedal соответственно чтобы такое построить нужно чтобы очень много людей работали вместе сообща и ну как минимум торговали с друг другом какими-то с другими трайбами торговали да сейчас мы с вами приручим этого эквуса и кстати если не ошибаюсь кто-то здесь продавал эквусов можно посмотреть если у них продажа то есть да я захотел сам продавать эквусов но в принципе первого можно и купить чтобы у нас было с вами хорошее издовое животное на котором можно добывать ресурсы можно находить других эквусов потому что паразаврик он ну просто очень медленный на нем приходится очень долго скакать из-за этого на это на приручение уходит всегда очень много времени точнее не то чтобы на приручение просто на поиск смотри еще один эквус там еще один эквус еще один эквус интересно какого уровня окей 75 процентов не правда морковки на всех не хватит ладно сейчас хотя бы этого приручить давай пожалуйста последняя кормежечка ура у нас с вами есть экспус все можно выдохнуть можно немножечко расслабиться у нас с вами появляется первое хорошее издовое животное давайте посмотрим что на тебе можно делать на левой клавише мыши он собирает у нас вами растения правая клавиши мыши это он естественно брыкается не заметил я чтобы он что-то собрал деревья мы с тобой собираем нет походу так он деревья не собирает на правой клавиши мыши нет деревья он не собирает никак давай по статистикам посмотрим у тебя сейчас 432 здоровья это очень мало это реально очень мало 435 носимый вес но скорость самое главное это естественно скорость скорость передвижения у него естественно очень очень хорошая но что у нас с вами еще один эквус давайте сейчас тоже его приручим это уже самочка если не ошибаюсь там у нас самец это самочка или наоборот сейчас посмотрим секундочку секундочку да это самочка 20 все равно давайте приручать тихо спокойно только не пугайся он смотрите еще одна бегает но мы будем приручать эту тихо стой остановись 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 то уже кто-то приручает дать управлять хорошо еще раз кормим я хотел проверить насколько хорошо приручается она вот этими вот кормами из межа берри сейчас у нас 23 процента с двух морковок сейчас посмотрим сколько у нас будет вот этот корм прибавлять здесь вроде особо нету шипов я надеюсь что но опять же в гору смотрите забраться не можем вот так и стой вот это самое идеальное пожалуйста не надо туда забираться там много хищников и всяких всякая опасность в три процента межа берри вот это вот корм прибавляет всего три процента так что будем продолжать сейчас кормить морковками правда скоро одна морковка протухнет надеюсь что мне хватит времени чтобы приручить этого эквуса можно будет попытаться даже их скрестить ну просто так вот знаете чисто для эксперимента я понимаю что потомство получится все равно слабым но пока что нету хороших эквусов большого количества морковок а мы в ближайшее время обзаведимся большим количеством грядок и мы будем выращивать морковки и остальные полезные культуры в огромном количестве но пока что этого нету нам и такие эквусы вполне вполне подойдут потому что они очень быстрые они носят довольно-таки большое количество веса а то что на них нельзя сражаться но и ну и ничего страшного и не будем мы на них сражаться они у нас будут чисто для передвижения вот туда не надо бегать там дилка у нас с тобой будут проблемы с лесахрицы нет оббежали еда у нас остается одна последняя морковка которая вот-вот протухнет у меня есть с собой конечно другие овощи но еще есть вот этот вот корм спасибо ребятам что они мне подкинули 20 ягод ну то точнее один корм и 10 ягодок морковка сейчас протухнет пожалуйста пожалуйста нам тебе нужно покормить семина морковкой я сейчас жалею что я покормил раньше времени тем кормом но ладно надеюсь что все будет хорошо есть кормим 99 процентов и как раз и сположим последний вот это вот отлично отлично последний корм ну же ну же давай последний кормёжечка есть отлично просто шикарно и у нас с вами еще один эквас у нас с вами самочка как видите особо взял еще здесь и овощи но в принципе овощи мне не понадобились здесь был еще один эквас честно говоря я даже не знаю какого уровня можно сейчас быстренько найти посмотреть хотя бы просто посмотреть а также нам нужны огромные фекалии вот этих вот бронтозавров потому что ну сейчас уже нужно спать ложится а грядки желательно честно говоря заполнить фекалиями чтобы к утру у нас все продолжало плодоносить никаких проблем с этим не возникло здесь у меня сегодня днем был черный эквас стоять одному пассивка здесь днем был черный эквас 135 уровня а это еще одна самочка 20 понятно меня просто нечем ее приручать так меганевра это хорошо меганевра это очень хорошо приседаем продолжаем бить может быть еще сейчас прилетит вижу еще 2 отлично просто шикарно минус и минус опыт меганевра растет просто нереально быстро давайте забираем ее тоже ну что ж у нас с вами утро следующего дня я тут потихонечку собираю урожай но на самом деле урожай уже очень хороший то есть 14 морковок с утра собрал за ночь от здесь накапливалась я так понимаю что в этих грядках такая система если долго не собирать то потом можно очень много подряд собрать отсюда овощей а если себе ну как бы все выбрать то потом уже придется подождать там примерно минут сорок когда появится новая какая-то ну морковочка или там например лук или еще что-нибудь типа того дали вот помидорчик соответственно я тут убрал все что мне не нужно и стал высеивать везде морковку немножко расширил еще на две грядки давайте здесь посмотрим у нас еще выросла да здесь везде выросла здесь у нас виноград там нас еще морковка надеюсь есть то есть можно будет сегодня все-таки попытаться приручить высокого уровня его эхвуса если мы его найдем всех маленьких будем просто наверное счищать не будем на них морковку тратить будем ждать когда появится большой а маленьких просто будем убивать чтобы но чтобы спаунились новые и кстати у меня уже почти 40 уровень но тут возникает одна маленькая проблема у нас с вами энграмы появляются только на тех уровнях когда мы что-то с вами можем выучить и так как дальше мы ничего с вами выучить не можем дальше никаких это понимаю продвижений по хантерской по охотничьей ветки нету честно говоря не знаю может быть на 45 что-то появится мы не получаем с вами энграм у нас осталось всего три очка доступных и все-таки я хотел бы выучить сеть вот это вот афишин нет потому что вот эта приманка мне не нужна она выучивается автоматически когда я беру хантера то есть она у меня стали и соответственно вот эта приманка тоже выучилась автоматически давайте сейчас все-таки сеть выучим все остальное это нам уже ребята будут делать ну либо когда у нас будет возможность мы себе сделаем mind wipe зелья то есть это сброса всех вот этих вот умелых сброса всех статистик и тогда все переложим так как нам нужно может быть что-нибудь новенькое еще возьмем я просто хочу посмотреть насколько хорошо работает рыбная ловля при помощи этой сети поймать как можно больше рыбы и плюс как помните у нас там было одно блюдо как раз из рыбы делается из рыбы и овощей кажется там яиц не нужно до дошек нужно гораздо больше чтобы у нас были яйца потому что что-то не несутся что-то нам не везет но я предлагаю взять вот отсюда сейчас немножечко червей теперь нитки у нас с вами есть и давайте попытаемся сделать сеть по идее надо да вот она доделать у нас кармане и пойдемте попытаемся половить рыбу надеюсь что все получится не знаю как там все это тело работает древесина у меня с собой есть да древесины есть полосы кожи в принципе не хватает нужно парочку подкрафтить тя сейчас аккуратненько вот туда перепрыгиваем нормально слегонца подранились кстати что у меня там по броне но довольно таки сильно уже ее проломил а вообще починить я тебя могу что мне нужно на ремонт что и чё шутишь мне чтобы тебя отремонтировать нужно по новой сделать это все ну блин легче просто новое скрафтить легче действительно просто скрафтить новое и так я хотел попытаться все-таки половить рыбу давайте попробуем поставить сетку куда-нибудь на нулевой слот предположим так не могу да а если вот так вот не могу да ладно хорошо погнали в воду и тихо 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 так не нужно плавать не нужно нам если не ошибаюсь стоять и попытаемся нажать на сеть удалено черви получена сырая рыба то есть вот таким образом мы с вами просто получаем сырую рыбу из но воды интересно что нибудь еще получим давайте попытаемся немножко прыбачить так еще сырая рыба но там вдруг первую сорточку можно зацепить хотя бы я не знаю 10 попыток сделаем и потом уже из этой сырой рыбы пойдем попытаемся сделать что-нибудь вкусненькое а вот вот этот вот фиш трэп который здесь добавлен сейчас секундочку его здесь нету он вот тут вот я уже него не выучил вот этот фиш трэп как мне сказали он ловит только ту рыбу оп я вообще ничего не поймал смотри-ка и черви не потратили странно фиш трэп ловит только ту рыбу которая есть поблизости если рыба вообще никакой нету то он ничего не поймает ну а сеточка в принципе в принципе работает но как-то очень странно так соответственно морковка пошла сюда у нас с вами и уже получается но это сейчас испортится так что 26 забираем с вами лук в латук забираем своими помидоров помидоры без этим лаватин о haut потому что латук у нас 2 грядки помидоров в одну грядку ничего сейчас вырастет вот в воду не набрал господи зашел в воду проверил сетку а воду не набрал теперь мы с вами закладываем сюда соль лук в латуxt и помидоры да вроде все положить и можем сделать вот такое вот вкусняшку это вкусняшка готовится автоматически на мне продолжает говорить что этот предмет готовится автоматически ничего не готовится. Ну, а давайте рядышком постоим, посмотрим, приготовится он или нет, и что из этого приготовится. Потому что вот это, это какой-то заглюк, здесь жареное мясо, а здесь конкретно... здесь конкретно рыба. Так, ну, видимо, просто положить сюда все эти ингредиенты недостаточно. Скорее всего, здесь, знаете, что нужно? Вот этот вот металлический горшок, где он у нас находится с вами. Вот этот вот металлический горшок, который позволяет готовить, ну, разные блюда. То есть, скорее всего, еще его нужно туда положить, чтобы у нас получались вот эти все поклепки. Но я его выучить не могу, потому что не хватает ингран, так что я попрошу ребят, чтобы они его выучили и мне сделали. Это сейчас пока что с вами все отсюда забираем. Ладно, ничего страшного, еду мы с вами приготовим потом. Самое главное, что у нас все на нее есть. Так, черви мне с собой не нужны. Это пошло сюда. У меня в этом доме хранится все более-менее важное. Все то, что у нас восполняемое, я храню в втором доме. Ну, надеюсь, что, в принципе, сюда никто не залезет. Ну, а на этом этот выпуск давайте завершать. Я надеюсь, что он вам понравился. Приручили сегодня с вами двух эквусов. Надеюсь, что в будущем получится приручить эквусов по выше уровням. Также у нас с вами появился вот этот вот паразаврик. И, как мне ребята говорили, это действительно баг. То есть, видите, он стал 25-м уровнем. Вот то, что он был написан 280-й уровень, это просто баг. Здесь таких уровней не может быть. И вот, когда он поменял стадию роста, у него стал уровень 25-й. Так что, ну, он просто маленький. Но вот этих 25-х паразавриков я предпочитаю использовать просто для того, чтобы прокачивать им носимый вес. То есть, это относительно такие вот безопасные хранилища. То есть, их, да, их можно, конечно, убить. И все, что в них есть, оно исчезнет. Но для того, чтобы их убить, нужно притащить какое-нибудь животное, чтобы оно, ну, сагрилось, начало атаковать. Здесь у нас ничего не появилось. О, еще морковочка. Ну, это еще довольно-таки сложно сделать, потому что у нас все будет ограждено хорошим высоким забором. Это здесь просто шипы. А там у нас наверху будет хороший высокий забор. Ну, а на этом давайте завершать. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а даже другим играм. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске.